Улыбните мои котята, с вами Прико и добро пожаловать в Animal Jam. Шмяк с Джома появились новые дружки, встреча питомцев камешков, прочный, надежный, непритязательный в уходе. Питомец камешек идеальный выбор, не держи камень за пазухой, заведи питомца камешкой и не забудь порадовать нового дружка забавными игрушками. Итак, что-то такое прям, не знаю, необычное придумывают для нас разработчики, в прошлый раз была рыбка в аквариуме, теперь камешки. Не с той стороны маленькие шажки, природе надо помогать, ты не представляешь, чего можно добиться, изменив в своей жизни какие-то мелочи. Просто выключай воду, когда чистишь зубы, гаси свет, если в комнате никого нет, убеди взрослых хотя бы раз в неделю не есть мясо. Но это очень сложно, убедить взрослых не есть мясо, ну не знаю, вы попытайтесь, конечно же, может быть это и получится. Ну, очень дельные советы, кстати, насчет света, насчет воды. Факты о мейн-кунах. Мейн-куны это большие кошки, у них длинная пушистая шерстка и мощные мышцы, эти котейки очень общительные и вообще добряки, каких не сыскать. Кстати, многие мейн-куны обожают плавать и плескаться, а вот это для меня сюрприз, я об этом не знала. Факты о ночных животных, летучие мыши, почему такой запоздалый факт? Ну, потому что летучие мыши появились уже давно в Джамма. Ночные животные днем спят, а ночью бодрствуют, летучие мыши как раз относятся к ночным животным. Эти зверьки ориентируются в темноте с помощью эхолокации. Их у меня работает просто, летучие мышки громко пищат, а затем ждут, пока звук не отразится от предметов и не вернется. Ну, это, кстати, вы будете все изучать тоже в школе. Об этом тоже пишут в учебниках. Итак, награды за апрель. Смотрим, 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 держим кулачки и у нас выпадает, как всегда, 5 сапфиров. Ну, как обычно, я уже привыкла. Поэтому, итак, 10 сапфиров нам пока не дали, но зато дали вот такой прикольный конфетный чемодан. Ой, спасибо, это дали за подписку. Подписчикам дают, раздают в этот раз чемоданы. Хорошо, переходим теперь, наверное, в логово. И вы обратите внимание, я стала очень маленькой. Меня практически не видно, я меньше питомцев, так как я выпила уменьшающее зелье. Итак, давайте, наверное, сразу отсюда зайдем в магазин. Магазин покупок пэтов. Так, взять нового питомца. Я думаю, что питомец будет больше меня. Ух ты, и вот такой камешек за 50 сапфиров доступен. Ой, так он с рисунком еще идет. Прикольный камешек. Посмотрим, какие глазки нам доступны. Но я думаю, что будет стандартный набор глаз. Самое интересное здесь, наверное, глаза, да? Так, с круглыми глазками он симпатичнее смотрится. Но такое впечатление, что глазки просто наклеены, да? И они немножечко отделяются от самого камешка. Это как-то неестественно смотрится. Так, давайте круглые, наверное, выберем. Угу. Прикольный камешек. Снова я оставляю их мятного цвета, потому что это мой, как бы, любимый цвет. Но здесь, наверное, не мятный, а больше бирюзовый цвет. И здесь давайте тоже такого же подобного цвета выберем рисунок. Будет что-то такое мятное, да? Или бирюзовое все-таки. Нет, давайте бирюзовое оставим. И основной цвет, я не знаю, может быть, выбрать какой-нибудь контрастный черный. Давайте посмотрим, как будет с контрастным черным. Вау. Ну, слушайте, прикольно смотрится. Еще можно выбрать вариант вот такой серый или вот такой. Ну, в принципе, что-то такое подобное у меня уже было у питомцев. Но смотрится неплохо и похоже, действительно, похож на камешек. Давайте, наверное, его и оставим. Ой, зачем я все время нажимаю на тот крестик? Так, все, дать имя питомцу. Рандомное имя выберем, которое предложит игра. Мистер Лапа, ладно, пускай будет мистер Лапа. По-моему, у меня уже с таким именем есть питомец. Итак, день рождения 7 апреля. Ищешь неприхотливого питомца или просто хочешь повеселиться? Тогда этот камешек, именно то, что надо. Он всегда готов выслушать, за ним легко ухаживать. А уж терпение у него хоть отбавляй. Интересно будет посмотреть, как на нем смотрятся шапочки. У него такая плоская голова. Ну, это вообще, получается, питомец, состоящий из одной головы. А давайте посмотрим аксессуарчики, как раз, какие завезли. Так, ободок с усиками. В принципе, то, что и в прошлом году все было. Есть улиточный шлем для питомца. Ну-ка, 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 глянем, глянем. Улиточный... А, здесь нельзя посмотреть. Подождите-ка, я все поняла. Я все поняла. Так, у меня, по-моему, нет такого аксессуара. Давайте что-то такое подберем. Не знаю, как всегда я выбираю все фиолетовое. Так, хорошо. Давайте, может быть, вот такую шляпку. Ох ты, смотрите, как прикольно смотрится шляпка. Наверное, оставим шляпку, да? Прикольный аксессуар. Отлично. Теперь мы переходим в магазин мебели. Магазин мебели. Так, открываем магазин мебели. Переходим в магазин коготки и лапки. Так, подождите, мебель для питомцев не нужна. Так, коготки и лапки. И посмотрим, какие аксессуары есть у нас для камешка. Кресло-качалка для питомца, камешка, каменный сэндвич и ножницы... Ножницы и бумага. Интересно, что он с ними будет делать? Это что-то из игры «Камень, ножницы и бумага». Мне просто любопытно посмотреть, какое же будет здесь взаимодействие. Что же такое здесь разработчики могли придумать. Так, отойдем сюда. Как обычно, здесь давайте сейчас посмотрим действия. Приблизим камеру, которая, как всегда, не приближается. Неужели придется перезаходить в игру? Хорошо, тогда смотрим с этого ракурса. Очень обидно, что камера не приближается. Ну что это такое? Ну что за безобразие? Я уже пробовала зайти и перезайти, все равно не получается. Хорошо, смотрим. Значит отсюда танец. Ну обычный танец, сбок на бок, ничего такого особенного. Особое действие. Просто кружится. Ну что можно для камешка еще придумать? Прыгает он обычно. Сидит он. Ну как сидит? Ну он просто стоит и спит. Глаза закрывай. Глазки закрывай. Глазки закрывает. Молодец, умничка. Так, что уж теперь нам нужно сделать? Теперь нам нужно поставить аксессуары и посмотреть, как он будет с ними взаимодействовать. Ничего себе кресло-качалка. Она такая огромная. Ну-ка показывай, что ты будешь делать с креслом-качалкой. Так, не надо насквозь проходить. Он там что-то делает, да? А, вот. Он запрыгивает сзади, видите, прыгает и качается. Ну, смотрится неплохо. В принципе, взаимодействие очень даже неплохое. Так, убираем кресло-качалку. Иначе у нас следующий аксессуар не сработает. Так, теперь следующий аксессуар ставим. Предмет мебели, то есть показывай, что ты с ним будешь делать. Так. Отлично. Опа. Ох ты, ничего себе. Так тут у нас трамплин целый. Вау, как это круто. Ну, смотрится потрясно, если честно. Мне нравится. Так, и этот тоже аксессуарчик убираем. Следующие ножницы и бумага. Это, по-моему, самое любопытное. Он просто, может быть, сядет. Ух ты, в траве у нас получается ножницы и бумага. Так, ну показывай, что ты с этим сделаешь. Ну, я так и думала, он будет спать. Да, я думала, что он просто сядет, но сидит он на кресле-качалке, а здесь он будет спать. Обратите внимание, мой кот Мейн-Кун так и не хочет просыпаться. Он уснул. И камешек у меня спит. Нет, давайте просыпайтесь, давайте устроим танцы. Эй, камешек, ты будешь устраивать танцы? Нет, он, наверное, не будет устраивать танцы. Но вот такое видео у меня получилось. Камешек очень прикольный, очень забавный. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Также ставьте лайки, если вам понравилось это обновление. Подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны. А с вами была Кошечка Прико. И увидимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok